Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Половина мест на круизной линии Сочи-Крым уже раскуплена. Организаторы считают это хорошим показателем. Свободные пляжи, чистое море и чистый бизнес. Эти темы стали главными на планерном совещании главы Сочи. Более полумиллиарда рублей в этом году в Сочи потратят на ремонт дорог. Половину город уже получил и начал осваивать. Более 100 тысяч человек уже посетили культурные мероприятия в рамках Кубка Конфедерации в Сочи. Впереди самое интересное. Помнить о своей малой родине, о патриотическом воспитании студентов из Краснодарского края говорили сегодня в Москве. По просьбе кубанского землячества в столице Вениамин Кондратьев встретился с его представителями. Губернатор отметил, что эта общественная организация может присоединиться к созданию Союза молодежи Кубани. Его планируют сформировать уже к концу года. Мы говорим про идеологию, мы говорим, что молодежь сегодня вся в интернете, мы говорим все о этой молодежи, но ничего не делаем, чтобы молодежь была с нами в активной жизни, в экономической жизни. И вот в крае у нас в этом году будет создан союз кубанской молодежи. И это будет уже вот то начало потенциала современной молодежи, да, компьютерной, да, с айфонами, с айпадами, но молодежи, которая будет четко понимать, что она не без рода, без племени, что это потомки, вот как я уже сказал, того великого народа. И на их плечах лежит ответственность за будущее своего народа, своего края, своей страны. Вот такая сегодня должна быть молодежь. И я думаю, что вот с этими задачами Кубанский союз молодежи однозначно справится. Также на встречу говорили о возвращении на Кубань студентов, окончивших столичные вузы. Сегодня в крае создаются необходимые условия, чтобы вовлечь таких специалистов в экономическую и политическую жизнь региона. Мы сейчас работаем с ректорами, со всеми вузами. Нам задача наша вытащить сюда как можно больше молодежи и перевести это, вот как я уже сказал, в такую системную работу. И военно-патриотическая, и кубанская культура, и то, о чем мы с вами тогда говорили, возможность прохождения практики на Кубань и возможность возвращения. Ну, ядерщики не поедут на Кубань, они будут в Курчатово работать в центре, а учителя, которые готовятся, педагоги, что им в Москве делать? Надо туда возвращать, допустим, в Московском пединституте, в Плехановской академии, туда, юристов из МГУ. Ну, то есть вот этим мы сейчас действительно занимаемся. Это очень важно. Главное, чтобы ребята не забыли, что они кубанцы. Губернатора также попросили подумать о создании в Краснодарском крае парка героев с бюстами кубанских военных, спортсменов и выдающихся личностей. Вениамин Кондратьев идею поддержал. Организовать такой планируют в этнографическом комплексе «Моя Россия», который собираются открыть в Краснодаре. Бронирование мест на круизной линии Сочи-Крым составило 50%. В пресс-службе компании-оператора «Черноморские круизы» пояснили, что это хороший показатель для первого года работы на маршруте. Об этом сообщает «Кубань-24». Как отметили организаторы, ожидания оправдались. Они вполне довольны загрузкой. Что касается категории кают, то в процентном соотношении наблюдается относительное равновесие. В целом, наиболее популярны каюты высокого класса и, наоборот, самые демократичные, заявили в компании. Организаторы планируют увеличить загрузку рейсов круизного лайнера до 70%. Сейчас идет работа с крупными федеральными туркомпаниями. Напомню, круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая. В первый рейс он отправился 11 июня. Чистоте моря в Сочи уделяется большое внимание. Это подтверждают лабораторные исследования. Около 1400 взятых проб соответствуют нормативам. Санитарное состояние пляжей и набережных тоже благоприятное. Но мониторинг главы районов должны проводить регулярно. Об этом сегодня говорил Анатолий Пахомов в ходе планерного освещения. На заседании также обсудили вопрос налогов. Все подробности у Татьяны Говорковой. Конец июня, а летний сезон, по сути, только начинается. Из-за погодных условий море еще не прогрелось, но на пляжах и набережных большое количество отдыхающих. И санитарное состояние этих территорий должно быть под контролем районных глав. Это ваша ответственность сегодня. Не просто так по фотографиям смотреть, а непосредственно ходить по территории, видеть эту территорию, следить, чтобы за каждой улицей были закреплены, чтобы на улицах были. Нарекания со стороны градоначальника сегодня были высказаны в адрес руководителя Хостинского района. Скопление мусора в контейнерах и закрытые пляжи Синего моря недопустимой, отметил Анатолий Пахомов. Ведь, согласно закону, люди должны иметь свободный доступ на городские и пляжи-санаториев, арендующих эти территории у муниципалитета. Мэрия за последние годы проделала колоссальную работу по доступности пляжных территорий. Так, например, ЭДМ по иску администрации судебным решением собственника обязали убрать забор. Если он не сделает это самостоятельно, то его снесут судебные приставы. Продолжается на курорте и работа по пресечению сброса сточных вод. Мы единственный город, кто бьется за это чистое море. Мы технически очень много сделали. Прежде всего, это рекультивация свалок, прежде всего, это строительство очистных сооружений, это строительство коллекторов. И сегодня мы стоим на минимуме. А у нас самый главный этот минимум – это сознание людей. Население постоянно предупреждают о необходимости подключения к централизованному канализованию либо установке лосов. Тех же, кто продолжает нарушать природоохранное законодательство, будут отключать от водоснабжения. И компромиссов в этом вопросе быть не может на кону здоровья сочинцев и гостей курорта. Больше всего нарушений отмечается в частных секторах в районе ЛОО. Мэрия выделила средства на решение этих вопросов. В районе смонтируют новую насосную станцию. Говорили на планерном совещании еще об одной проблеме в городе – поступлении налогов в казну. Предприниматели, не заключающих договоры с работниками и выплачивающих зарплату в конвертах, выявляет и наказывает специальная межведомственная комиссия. А вот привлекать к ответственности бизнесменов, не встающих на налоговый учет и предоставляющих нулевые декларации – задача налоговой инспекции. И в этой части, особенно со средствами размещения, пока не все гладко. Наши объекты размещения не платят. Это тоже факт. Они нас обманывают. И всегда же те, которые оформляются потом, когда в апреле месяце, закон так написан, что в апреле месяце, они должны подать до апреля месяца декларацию. Они подают нулевую декларацию. Тем, кто сдает жилье в наем, необходимо оформить патент. Это выгоднее и дает гарантию для ведения бизнеса. А город, в свою очередь, получает доходы в казну. В администрации созданы мониторинговые группы, которые проверят малые объекты размещения и поставят их на учет. И в интересах коммерсантов самим выйти из тени. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Краевые инспекторы по труду задержатся в Сочи еще на неделю. Я напомню, 10 инспекторов помогают Сочи бороться с неформальной занятостью. Проводят мониторинг городских предприятий на предмет наличия трудовых договоров и начисления работникам белых зарплат. Руководители предприятий, в которых по итогам мониторинга за неделю были найдены нарушения, сегодня пригласили в городскую администрацию на заседание комиссии по неформальной занятости. Так, например, только в Адлерском районе половина из проверенных компаний работает, не соблюдая закон. Оправдания у руководителей торговых точек и гостиниц почти одинаковые. Они считают, что если в бизнесе трудятся родственники, то их и оформлять не нужно. Но это противозаконно, подчеркивает Ирина Романец. Все вот эти сценарии непроходные. Мама, жена, бабушка и у меня семейный бизнес вообще не рассматриваются как категория в трудовом законодательстве. Есть понятие, если человек стоит за прилавком, если человек у вас отработал, три часа и одну минуту вы обязаны оформить трудовой договор. Никаких понятий, что это мой родственник без договора работает, даже не рассматривается. Это уже 56-е заседание комиссии по труду в Сочи. Работа дает свои плоды, бизнес постепенно выходит из тени. Ну а за найденные нарушения предприниматели ответят рублем, заплатят крупные штрафы. За каждого неоформленного сотрудника 10 тысяч, если бизнесмен – это физическое лицо. Если же юридическое, то 100 тысяч рублей. Сочинцы могут принять участие в кубанской ярмарке. С 20 по 24 сентября в Краснодаре пройдет седьмая агропромышленная выставка – событие, привлекающее сотни тысяч жителей краевой столицы и гостей из различных регионов России. Кубанская ярмарка – это смотр достижений кубанских товаропроизводителей в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства, а также школа для кубанских аграриев и прямой обмен опытом. На выставке товаропроизводители научатся конкурировать на современном рынке, применять научные разработки, создавать семейные фермы и получать удобные кредиты. Администрация Сочи приглашает представителей малых форм хозяйствования и предприятия малого бизнеса принять участие в выставке «Кубанская ярмарка» по льготным ценам. За дополнительной информацией, а также для регистрации участников, необходимо обратиться в Управление сельского хозяйства по адресу улицы Островского, 1, кабинет 3, телефон 264-29-65. Срок окончания приема заявок 1 августа. В Сочи усилили сезонную борьбу с амброзией. Это растение – один из самых агрессивных аллергенов в мире. Ежегодно амброзия доставляет массу неудобств жителям города и туристам. И главная проблема – на лечение может уйти не одна неделя. Сезон цветения амброзии приходится на август, но уничтожать сорняк необходимо заранее. Администрация курорта в очередной раз обращается к собственникам земельных участков. Власти призывают активно выкорчевывать или скашивать амброзию. «На территории города Сочи на постоянной основе проводятся мониторинговые мероприятия по выявлению очагов распространения амброзии полонолистной. В особую зону риска попадает территория, где проводятся строительные работы, а также имел место вывоз грунта. Работа проводится по всей территории города Сочи, абсолютно во всех районах». Во всех районах Сочи уже созданы мобильные группы, проводятся проверки частного сектора и полисадников около многоквартирных домов, а также дачи и сельхозпредприятий. Собственникам земель, заросших вредным сорняком, грозит штраф до 500 рублей для физических лиц и до 10 тысяч для юридических. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Более полумиллиарда рублей в этом году в Сочи потратят на ремонт дорог. Причем коснется он не только центральных улиц, но и отдаленных участков курорта, в том числе дорог в бывших совхозах. Половину суммы, выделенной из краевой казны, город уже получил и начал осваивать. Первые результаты капитального дорожного ремонта в нашем следующем материале. Жители переулка Рабочий уже и забыли, как пахнет свежий асфальт. Эту дорогу, ведущую к десятку частных и многоквартирных домов, не ремонтировали несколько десятков лет. Вот так улица выглядела еще в начале июня. И такой ее столько, сколько здесь живет, помнит сочинка Ксения Новикова. Я живу здесь 30 лет, не было никогда ремонта дороги. Из-за моего, все, что я здесь живу, вот первый раз мы такую дорогу наблюдаем. Сейчас мы очень рады тому, что у нас есть дорога, так как могут и дети гулять, и пожилые люди у нас могут ходить теперь спокойно, не спотыкаться и не падать. Сегодня отремонтированный переулок осмотрел глава Сочи Анатолий Пахомов. Он подчеркнул, дорогу планировали перестелить еще несколько лет назад, но сроки были просто вынуждены отодвинуть. Администрация города выделила деньги. А до этого почему не могли сделать? Потому что это был междворовой проезд. Междворовые проезды не являются у нас как бы программными. Тут же раньше было вообще садоводское товарищество. А потом, а там, на Красноармейской, там вообще дворовая дорога. Поэтому пришлось сделать так, чтобы эту дорогу сделать муниципальной дорогой. Никогда такой хорошей дороги. 50 лет живем, как раз на Армейской. И детскую площадку подчистили, выровняли, лишнее срезали. Дорога теперь свежая и ровная, но весь вид портят припаркованные на обочине автомобили, которые мешают проезду, в том числе скорой и пожарной машинам, а еще захламленные частные дворы. Я всегда ставлю такую задачу, что мы обязательно вам сделаем и тротуар, и дорогу. Но вы тоже сделаете для начала свои. Дворы приведите в порядок. Нет, тут невозможность. Здесь просто надо брать. Это руки нужны. Тут даже деньги не нужны. Тут много хлама. 12 миллионов рублей. Столько было потрачено на ремонт переулка Рабочие и улицы Красноармейской, откуда он берет начало. Вот этот участок перестелили буквально на днях. Раньше жители о ремонте только мечтали. А теперь новой дорогой наслаждаются и пешеходы, и автомобилисты, даже самые юные. Сегодня в Сочи начался такой масштабный дорожный ремонт, которого город не помнит со времен Олимпиады. В списке 97 улиц из краевого бюджета. Городу выделена беспрецедентная сумма – более 500 миллионов рублей. Первый транш – 250 миллионов. Уже полученный ремонт идет на 45 объектах во всех четырех районах. И не только на центральных улицах. Вот, например, улица Звездная в совхозе Приморске. Дорога, которую ни разу не ремонтировали с советских времен. В Большом Сочи все магистральные улицы, улицы, дороги, которые соединяют районные центры и села, они в хорошем состоянии. И, слава богу, у нас появилась возможность вот добраться уже до межквартальных дорог и для дорог, которые находятся у нас в совхозах бывших. Сегодня и всю улицу Звездную отремонтируем, и Новороссийское шоссе хорошо отремонтируем. И, естественно, что это очень серьезный шаг вперед и для жителей совхоза Приморский, и, конечно, для всех жителей города. И, в принципе, Новороссийское шоссе можно использовать как и объездную дорогу, параллельно нашей основной дороге, которая соединяет Адлерский район и Сочи. Второй транш. Еще 258 миллионов город получит в сентябре. Тогда начнется ремонт еще на 52 улицах. Кроме того, выделен 31 миллион рублей из городского бюджета. Эти средства направлены на ямочный ремонт отдельных участков. Одним словом, городские власти делают все для того, чтобы сочинцы могли комфортно передвигаться не только по центральным магистралям, но и даже в самых отдаленных уголках курорта. Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Более 100 тысяч человек уже посетили культурные мероприятия в рамках Кубка Конфедерации в Сочи. Они проходят сразу на нескольких городских площадках. Свою программу, посвященную футбольной истории города и страны, подготовили и учреждения культуры курорта. Подробности в нашем сюжете. 30 концертов на пяти площадках за шесть дней. Сочи, получив большой опыт во время культурной олимпиады, хорошо знает, как развлечь гостей крупных мероприятий. Атмосферу праздника на городских площадках создавали 132 творческих, образцовых и народных коллектива города. Настроение поднимали и футбольные фристайлеры, а еще заслуженные артисты страны. Олеся Евстигнеева-Соченко. Ее творчество знают далеко за пределами курорта и даже страны. Она экс-солистка ансамбля «Русская песня», участница популярных музыкальных шоу. Говорит, не могла не выступить на родной сцене во время такого масштабного футбольного праздника. Я сама уроженка города Сочи. Я очень рада, что именно в этом моем любимом городе проходят такие масштабные мероприятия. Мне очень радостно, что я принимаю участие в праздничном мероприятии, которое проходит в рамках Кубка Конфедерации. Здорово! Свою культурную программу на время Кубка Конфедерации подготовили городские библиотеки и музеи. Музей спортивной славы, например, развернули целую экспозицию, посвященную футболу. Здесь и рассказ об известном сочинском футболисте Славе Митревелле, о развитии футбола на курорте сегодня, а еще и история этого вида спорта в почтовых марках. Роман и Андрей приехали в Сочи специально на Кубок Конфедерации, посетили несколько матчей. А в музей пришли узнать еще больше о Кубке и предстоящем чемпионате мира. Вообще великолепно. Первый раз на самом деле на матчах такого уровня. Мне понравилось просто неимоверно. Спорт все это взаимосвязанно, поэтому решили зайти посмотреть. Здесь мы ни разу не были и очень интересно. Культурную программу футбольного Кубка Конфедерации уже посетило 100 тысяч человек. Впереди еще несколько дней футбольного праздника. Финал культурной программы 2 июля, день закрытия Кубка. Все наши площадки будут работать в режиме нон-стоп. Именно 2 числа на Южном Малу будет наша основная площадка, где будут сосредоточены все гости, все самые лучшие коллективы, которые будут давать культурную программу. И великолепно организован интерактив со зрителями. И фристайлеры будут работать. 2 июля в 21 час на больших экранах главных площадок Кубка Конфедерации пройдет трансляция финального матча. Гостей ждут выступления артистов российской эстрады и праздничный салют в честь завершения главного футбольного праздника года. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну а 29 июня в Сочи состоится полуфинальный матч Германия-Мексика. Организаторы просят болельщиков прибывать на стадион заранее, за 2-3 часа. И заблаговременно ознакомиться со списком запрещенных предметов. К другим новостям. В рамках Всероссийского дня молодежи в Сочи чествовали лучших представителей творческой, спортивной, студенческой среды. 37 таких активистов получили благодарственные грамоты и письма из рук главы города Сочи. Инга Габешия с подробностями. Назар Головченко – волонтер со стажем. Кубок конфедерации – это 53-е мероприятие, на котором он занимается общественно полезным делом. Назар отмечает добровольцем, он работает ради идеи. Но возможностью приобретать новые знания и навыки, конечно же, пользуется. Такая деятельность для нынешнего студента и будущего специалиста вполне может стать первой ступенькой к получению уже оплачиваемой должности. Уверен волонтер, а в скором времени техник-программист. Помогать людям – это круто, это весело. Увидеть улыбки людей, которым ты помогаешь, это вообще очень-очень круто. Я участвую в каждом мероприятии, в каждой акции, в каждом субботнике мы участвуем. И стараюсь проявлять себя во всех мероприятиях и показать, что молодежь от Сочи – это круто. Мы не безразличны к нашему городу, поэтому мы стараемся принимать во всех мероприятиях участие, в том числе и городских. Награда за активную жизненную позицию, а главное – внимание со стороны руководителя Олимпийского Сочи мотивирует идти дальше, признается Назар. А вот худрук молодежного творческого центра имени Артура Тумасяна, напротив, говорит, что его такое внимание даже смущает. Работа с детьми для Сергея Бадоляна – это дело жизни. И он совсем не ждет наград за воспитание молодежи. Хотя работа проводится масштабная. В творческом центре с юными сочинцами занимаются хореографы, вокалисты, художники. Преподаватели охватывают самые разные творческие направления. А буквально накануне здесь прошел фестиваль граффити. Все это – дело рук, в том числе сочинской молодежи. Наша культура слишком велика и большая, чтобы какие-то были помехи для развития собственной истории и собственных танцевальных направлений, музыкальных и так далее. Все делается ради того, чтобы в будущем в нашей стране были нормальные дети, нормальная молодежь. Чтобы у них были ценности какие-то, которые русскому человеку присущи прежде всего. То есть, чтобы они хотя бы не курили в школьном возрасте. Творчество, молодежное самоуправление, спорт, волонтерство – это лишь немногие сферы, в которых достигнуты серьезные показатели победы. Сегодня среди награжденных благодарственными письмами главы города Сочи 37 представителей молодежи. И именно в их силах, подчеркивает Анатолий Пахомов, привлечь в свои ряды еще больше молодежи. Молодежь другая. Вот, откровенно говоря, мне очень это приятно. У каждого сочинского парня есть гордость за его город. Именно в его городе проходят такие событийные мероприятия. Именно его город является гордостью России. И, естественно, каждый понимает, что у него огромные возможности. Как в спорте, начинать можно с детского возраста, так и в получении хорошей специальности. Задачу же активистов, отмечает мэр, не останавливаться на достигнутом и подтверждать звание лучших. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи с размахом отметят 80-летие Краснодарского края. Основные праздничные мероприятия, посвященные двум юбилейным датам – это юбилей края и 225 лет со дня высадки черноморских казаков на Тамани – пройдут 13 сентября во всех муниципалитетах региона. В Сочи в этот день народные гуляния состоятся во всех районах. Музеи города приглашают посетить различные тематические выставки и чтения. Так, например, гостей музея истории курорта ждет тематический вечер «Краснодарский край. История, традиции, культура» и устный журнал, посвященный истории кубанского казачества. А в Центральной городской библиотеке состоится открытый урок истории. Подобные уроки пройдут во всех библиотеках курорта. В Доме культуры Центрального района 13 сентября состоится День детского рисунка, а Дом творчества и досуга «Луч» представит кинопрограмму, приуроченную к юбилею. Ну и в завершение информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм – оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.